спасибо ну что ж впервые всем привет даме трумпалыч я выигрыш алкоголик и ну наверно уже рассказывать почему я алкоголик и именно хронического типа я не буду потому что полно этих спикерских я много раз говорил единство что могу сказать да у меня из признаков алкоголизма развилась аллергия у меня приобретенная аллергия да не врожденная как у них приобретен то есть был какой-то период когда я пил безмятежно и вообще даже не задумываюсь и безопасно потом каким-то образом когда начались эпоха употребления вот я развил себе эту аллергию но не только я хронический алкоголь и алкоголик которые никак не мог отказаться причем не просто отказаться у меня физический аспект поступал не только коп Allergy до на принимаемый алкоголь но физический аспект был еще и безумие тела тот самый безнадежный прогноз ума и тело который дал доктор сирот анонимным алкоголиком то есть безумие тела относительно алкоголе и безумия до ума носить на алкогол и Безумие тела выражалось в том, что я абсолютно по-настоящему реально умирал, если не мог пить. Если мне в кровь не поступало алкоголь, то есть химия организма уже была перестроена именно так. Я без алкоголя жить не мог. Меня возили в реанимацию. Я там был просто частым гостем. Если у меня был какой-то зазор в употреблении, там больше пяти дней, я больше все. Но я знал, что если пятый день идет, то сегодня меня может срубиться на максимум 7. Вот это. И безумие ума. Безумие употребления выражалось в том, что особенно на последнем этапе я уже не пил алкоголь. Алкоголь пил меня. Я был патологически постоянно пьян. И меня это жутко не устраивало. То есть вот это управляемое... То есть больше 20 лет праздничного употребления алкоголя вдруг как-то свернулись и превратились в какое-то жуткое месиво. Развилась эпилепсия алкогольная. Ну, желудочные кровотечения вот те самые. Но жуть заключалась в том, что я истошно не хотел уже пить таким образом. Кстати, я один из тех, кто так и не принял решение бросить пить. Я не за меня это сделал Бог. Бог отключил меня от необходимости употреблять алкоголь. Но ввиду того только, что да, что я был здесь, опирался на духовную основу. Я служил, помогал, трудился, делал необходимое, развивался, топал. Но продолжал проверять, не примирился ли я с алкоголем. Но так и не удалось. Ну и в какой-то блаженный момент меня отключил Бог от необходимости употреблять алкоголь. Пришло едино-мгновенное понимание того, что больше я пить никогда в жизни не буду. Ну, передо мной предстал новый план жизни, новый план действия. Ну, а старые все приоритеты куда-то поставили, где скрылись и все. Для меня сейчас алкоголь нейтральный. Когда спрашивают, какое это отношение? Нейтрален. Вот есть олив, а есть средства для мытья пола. Есть что-то еще. Вот есть алкоголь. Я это не пью, мне это в голову не пить. Это я понял, что я не бессилен пить у кого-то. Я не нравится, когда начинается вот это нытье, я бессилен, я бессилен. Где же ты бессилен, родной? Ты был бессилен? Да, когда ты не знал об этой силе. Вот сейчас ты узнал об этой силе. Генеральная идея всей нашей программы – это как раз постоянное обращение к этой силе. И налаживание с ней контакта, да не просто налаживание, а углубление, расширение этого контакта, интеграция, то есть срастание с этой силой. У тебя, это как все равно, понимаете, обложиться оружием, ездить на танке и орать обезоруживаться. Бред. Поэтому я уже не бессилен перед алкоголем. Слава богу, одиннадцатый год я не пью и не желаю, и в голову не приходит. Да и вообще не проблема алкоголь-то была. Была проблема, во-первых, да, с его употреблением у меня проблема была жизнь. То есть вот оказываясь, как у нас сегодня тем лицом к лицу, с обстоятельствами, я вдруг стал обнаружившим, и старые модели не работают вообще. Те, которые с детства хорошо развивались. Кстати, в четвертом шаге я рассматривал и всем своим подопечным тоже рассматривать детство. Именно с этой точки зрения, травму детскую, не боль мы там рассматриваем, а то, как формировалась работа с этой детской детской. То есть врать я научился там, меня научили там, жестоким быть меня научили там, воровать, я просто сколько себя помню воровал там, безмятежно совать у людей железо или стрелять. Не знаю, откуда у меня это, у меня никогда не было какой-то жалости. Да ко мне никто жалости. То есть мои дефекты, они развились, и это была система, ну, можно сказать, выживания или еще чего-то. Но она работала на меня. Моя система, она прекрасно работает. Она давала плоды. Ты хочешь тетку, он тебе тетка. Хочешь алкоголь, вот тебе, пожалуйста. Хочешь денег, на тебе денег. Хочешь поехать куда-то, езжай. Хочешь квартиру, на тебе квартиру, машину, дачу. Все, что ты хочешь, у тебя есть. Эта система прекрасно работает. Мы называем ее дисфункцией. Мы называем ее там алкоголизм. Мы называем это эгоизм. Но вообще-то эгоизм не является нашей проблемой. Там в книжке есть некоторые неточности. Это эгоизм, эгоцентризм не корень наших бед. Не корень наших проблем. Это проявление, это симптом. Алкоголизм симптом. Вот, понимаете, некоторые несхождения есть в книжке. Ну, ничего. Как раз там в первом издании, да, в русском переводе, в первом издании, да, русского перевода, в предисловии, там же говорится, да, что это коллективное творчество, да, плод коллективного творчества. Мы работаем над книжкой, тем более в русском переводе, там много неточных, ну, там пропала некоторая часть десятого шага. Какая разница, мы все вместе работаем над ним. И в четвертом, да, в предисловии очень хорошо говорится, да, что литература сохраняет чистоту наших людей, вот, а уже новые практики входят и в наше сообщество. Очень хорошо, замечательно. Ну, то есть в четвертом шаге, да, вот опять же, столкнувшись лицом к лицу с проблемой, вот, мне четко показали, что проблема-то, она только в том, что указано у нас в четвертой главе, да, недостаток силы. У меня недостаток силы. Мне просто недостает сил для действия. И все. Если какой-то Краснобай мне бы там начал тогда говорить, тебе надо понять, что ты эгоцентрик, и начать новые действия, да я бы ему табуреткой в рожу залепил бы, да и все, и послал бы ему три буквы. Слава Богу, мне бы эту программу давали по-человечески, как она и есть. Простая религиозная идея и набор, да, вот этих практических действий. Да, вот. Все. Больше ничего не надо. Простая религиозная идея заключается в том, что когда один носитель заболевания начинает разговаривать с другим носителем заболевания, между ними возникает какая-то сила или резонанс духовный, или душевный. Как вы хотите. И вот из этого резонанса, который скидывает проблему. Что делал со мной алкоголь? Он скидывал проблему, снимал напряжение. В чем, да, вот механизм тяги? Нарастающее напряжение, которое ничем не сбить. Вот и ничем не сбить. Ни тетками, ни деньгами, ни ничем вообще. Никакой похоти, ни прихоти. Ничем не сбить это напряжение. Но я влепил стакан, влепил второй, напряжение слетело, я опять всех люблю, мне все нравится. Мужчина и женщина пьют в основном из-за эффекта который вызывает алкоголь. Да. Мне на этот эффект нравился. Я больше 20 лет в этом эффекте прекрасно себя чувствую. Но эта система слетела. Как любая телесная система, энтропичная. Да, есть масса людей, которые продолжают всю жизнь пить. Ну как мы говорим, безопасность для себя. То есть с ними этой беды не произошло. Ну ради бога. У меня нет вопроса. И никогда даже честно говоря не вставал. Почему им так, а мне это. Ну был он когда-то, да. Но он слетел тоже очень быстро. Но главное, что мне донесли, ты будешь силой брать. Что такое духовная часть нашей программы? Вот она. Общение. На группе. Да. Где единомышленники. Я пришел на группу напряженная. Пришел на группу с ненавистью. Я садился в самом начале и зыркал на всех. Думал, ну и рожда. Куда меня приволокла эта чертова судьба и все. Но надо ходить. Почему я приходил на группу? Потому что с самого начала мне прямо дали вот этот резонанс. Мне дали вот эту любовь, которую я никогда не чувствовал. Я ее с первого собрания хапнул. Я понял. Здесь есть люди. Вообще в мире есть люди. Их оказывается миллионы. Которые меня любят ни за что. Даже не зная меня. Даже не спрашивая меня о моем прошлом. Там просто в золотом небесах написано. Неважно, что было за фон прошлого. Чудо у тебя все. Оно всегда в руках. Обалдеть. Понимаете? И, конечно же, вот она привлекательность. Туда я буду ходить. Я здесь выхватил что-то такое, чего я никогда в жизни не ощущал. Ни от кого я такой любви не видел. Вообще безадресная, неадресная она. Мне или на мне точно я выходил, убеждался. Я прихожу на группу напряженную. С одной стороны, я скрижущу зубами, но с другой стороны, я очень надеюсь, что и сегодня что-то произойдет. А мне говорили, высказывался. Я высказывался. Я лепил такое, что там колокольчик только извинял. Но я высказывался. Я нарабатывал этот опыт высказывания. И нарабатывал вот этот опыт ненависти к этому ведущему, который лепил своим колокольчиком, как мне казалось, и в тему, и не в тему. Мне хотелось прямо вот его вылетать. Прямо вот. А что происходило? Из меня грязь выходила. И мое место, вот это место грязи, заполнялось добротой, деликатностью, терпением, любовью. Вот любовью. Большим буквами любовью. И соотношение сил стало меняться. Стало меняться. Я часто слышу, кто-то говорит, но моей жизнью правит только Бог. И ломать пиньдец тебе, дорогой. Трында тебе, милый. С таким мировоззрением ты не прославишься. Нами правила и правила всегда будет править соотношение сил. И взять даже любую там организованную религию, она всегда указывает. Тоже на то, что человек был составной. Создание, да, вот это больше. Я телесный, и я духовный. Но благодаря высшей силе, любви Бога, вот это все соединяется в гармонию. А гармония, что это такое? Это единозвучие, диссонансы. То есть ограниченные возможности тела теперь сочетаются с неограниченными потребностями души. А там болезни у меня были неограниченные потребности, которые я пытался реализовать вот возможностями тела. Ничего, конечно, не получалось. Не получалось. Если поначалу у меня здоровенная еще психика была, и она справлялась, как-то выравнивала эти мои фиаски, неудачи или еще-то, или мне их мотало. Понимаете? То постепенно психика рушилась, и мне становилось совсем мало всего. Не хватало и все. А потом настала тьма. Настала тьма. Алкоголь перестал быть вообще чем-то, что мне нравилось, что приносило мне хоть что-то. Алкоголь стал хватать меня за морду, за голову, за все что угодно, за все мои органы. И бухать мною все. В самый любой момент. Я вот много рассказывал, как у меня было в последнее время. Я захожу в магазин, да, как я думал, за молоком. А следующий кадр, я уже сижу где-то там, или у себя дома, или вообще на выселках, или вообще в другом городе. И может не факт, что сижу, может валяюсь уже грязный, пьяный там, а Бостон и где-то голый. Среди каких-то черт знает кого. Понимаете? Это следующий кадр. Следующий кадр. Это не то, что я там, что-то вдруг проснулся. Нет. Вот где здесь было вставить защиту? У меня не было эффективно. Никакой защиты не было. Первая рюмка. У меня уже первая рюмка там не имела никакого значения. Если я еду за рулем машины, заиграла музыка, следующим кадром я просыпаюсь через семь месяцев на какой-то блократе. Весь в дерьме голый, давно пухший, и не даже вместо лица выемен настоящий коровий какой-то. Понимаете? И я не могу сообразить, мужчина я или женщина, и как меня зовут, и зачем мне это нахрен надо. И первая забота всегда была алкоголь. А алкоголя было много. Я поправился, я пошел, принял душ, пошел как-то. Когда я ехал на машине, было лето, а здесь уже март месяц. Нет, снег серый. Сумерки серо-снег. А вот так вот. Семь месяцев. Фу. Куда, откуда, кто ты там был? Где ты взялся? Йокер. Мать. Так жить было нельзя. И плюс еще эпилепсия. Это чудо, что в этих эпилепсиях я не переломал себе ничего в организме. Я знаю массу ребят, которые в эпилепсии переломали себе все, что могли. Меня как-то вот минуло это. И у меня еще с эпилепсией было хорошо, что я чувствовал наступление. То есть на меня припадок не валился, как на нет. Просто внезапно оброс. Слава Богу, у меня успевал я выскочить из машины, подключать аларм кому-то, вызывать скорую. Сейчас есть эпилепсия. Не трогайте меня тут. В какой-то случай. Ничего не делайте. Вот это я то, если успевал. Вот так жить. Так жить нельзя. Я так не хотел. То есть, по сути, ведь я пришел в анонимные алкоголики не для того, чтобы бросить пить. Для того, чтобы перестать пить подобным образом, да, бросить пить вот таким образом я хотел. Но у меня главное, вот что я точно хотел, и это очень точно указывает доктор Силко. Если алкоголик хочет, реконструирует свою жизнь. Реконструирует свою жизнь я очень устал. За это я был готов биться, убиваться сколько угодно. Я был готов 10 лет не пить. Но у меня был сущий план. Пусть я 10 лет не пью, но через 10 лет мы накроем. У меня был план. Я поеду на дачу, буду иметь спить, потом поеду по всему свету. Было удобно. Вот это. Но я не понял, каким образом, как. Я, человек, который ненавидел алкоголиков, патологически с детства ненавидел алкоголиков, и вдруг я стал алкоголиком. Я этого не признавал. Даже не ввиду того, что там от бочков не ел или еще что-то. У меня схватило социальный статус какой-то сохранился и все что. Ну, как вот, я не знаю, социальный статус, если человек идет в приличном костюме и посреди улицы срется и сын под себя непроизвольно. Можно ли говорить о социальном статусе? Но и вот та самая вещь относительно алкоголя. Я пил на полу уже последний. Просто я пил только для того, чтобы меня вырубило и чтобы я сдох. У меня были попытки суицидов, даже не попытки, были суициды настоящие. Приводил приговор в исполнение, ничего не было. Вот это тотальная жизненная неудача. Просто тотальная даже суицид и тот в моем исполнении не получался. Самый уж застрелить себя из пистолета в голову не получилось. То есть я в своих глазах выглядел полный идиот. Мне вот этого нужно было избавиться. Мне от этого очень хотелось избавиться. 15 лет я ходил вокруг анонимных алкоголиков и на пятнадцатом году кстати вот через 11 дней будет 12 лет как я пришел анонимный алкоголик настоящий. Как я начал барабанить идти топать и бить какой-то блестик хвостом до 12 лет назад я пришел анонимный алкоголик и оказался вот да лицом к лицу стой мне начал вести с первого дня мне начал вести у меня сразу появился спонсор у меня забрали вину у меня забрали груз одиночества с первого собрания вот это не приобретение и я стал каким-то образом выздоравливать пошли улучшения удачи понимаете удача наконец повернулась ко мне лицом какие-то микроскопические идиотские детские вот эти обнаружения да то есть я подъезжаю к дому и как раз как я подъезжаю от моего прямо подъезда от моей двери отъезжает машина я паркуюсь прямо к подъезду вот и мне было дано задание отслеживать проявление высшей силы и я писал вот вот проявление высшей силы да мы начинаем с каких-то детских штучек но для меня тогдашнего это было не просто какая-то бунгра-бунгра это было что-то это было то, чего у меня уже там давно не было удача удача повернулась ко мне наконец лицом потребовались годы чтобы я понял что удача чудо это обыденность новой жизни это прекрасно и вот я лицом к лицу даже с собой никогда не обказывался я не знал кто я такой я мне помню дали сочинение нам в школе давали вот это писать кем ты хочешь быть я я никем не хотел быть меня так замучили меня так задолбали меня так просто всего отжали что 8 лет 8 лет я попал в больницу сотрясением мозга я ночь где-то полночи первой вообще не спал я блаженствовал от того что нет моей этой матери насильницы и садиста потому что меня никто ночью не выдернет из кровати не будет бить пока я не обослюсь и потом меня этим же говном мазать и унижать и заставлять жрать потом заставлять наводить порядок и не давать спать пока не у них было тихо и блаженно я был счастлив что у меня сотрясение не может и что нету этой мамы действия кто меня не тронет лежал в этом полумраке и смотрел неблаженство я смотрел вокруг себя мне не шевелиться ничего не хотелось и вот тогда 8 лет мне пришла идея что как бы было бы здорово если по каким-нибудь обстоятельствам я бы сейчас на машине времени перенесся в какие-то годы свои уже пожилые мне плевать было на все же пусть я буду сейчас старик пожилой но уже на пенсии у меня была мечта только одна выйти на пенсию возможно скорее как бы так сделать чтобы я уже был на пенсии вот это да но писать об этом же не станешь за это меня убили бы ну я и написал что хочу быть военным как мой отец хрень хотел быть военным хотя вот тоже смешно что стал поступать в Венинградский военный институт физической культуры ну и туда не стал поступать ну не понравилось мне там и с тем аттестатом ну вот именно деменционным который у меня был я мог поступить в свой любимый сангик где уже занимался медициной 14 лет ходил я так и не поступил хотя у меня были все пятерки я без экзамена то есть экзамены у меня уже сданы то есть я уже поступил надо было документы я не знал кто я такой я не знал своих потребностей я не знал на свой счет некогда было мне было некогда я выживал выживал я был всегда лицом к лицу с какой-то тяжелой опасностью с каким-то огромным шухером ну плюс еще там криминальные весьма единички они тоже меня постоянно ставили лицом к лицу с какой-то опасностью вот это я вот это я понимал нож насилие я понимаю оружие насилие я понимаю доброта вот где бы мне найти такого добренького который бы меня содержал кормил сбывал все заботился ну то есть чтобы я с ним был на пенсии ну таких людей не бывает я понял все поэтому мои механизмы мои инструменты были отъем отжать забрать вдруг мне предлагают посмотреть на себя но спасибо моим наставникам которые собственно говоря первым делом мне показали что мне нужно увидеть в себе добрые качества кстати я часто вижу и слышу вот среди анонимных алкоголиков что мы про твои добрые качества говорить не будем их тут нет у него кого-то там все мы будем говорить о котором говне это все это не программа наша программа она не об этом не обвинение там вот золото в небесах попиши каждый себе да инвентаризация лишенная обвинения как себя так как окружающих если бы меня кто-то вел бы обвинительным приговором я бы дрался и обрезал мне и так хватало мне всю жизнь унижали и обвиняли мне такая фабула ну никак не подходит или эти глупости узнай что ты алкоголик и перестань быть алкоголиком или там узнай что ты агоцентрик и начни делать новые действия тоски вытаскивать хотелось таких бы вещей понимаете но мне показали где брать силы и тогда можно и тогда можно делать да разные какие-то новые вещи хотя они мне очень не нравились честно скажу мне очень не нравилось то что мне говорили потому что у меня тут другой опыт был у меня был опыт такой что если это делать то меня что пленят меня возьмут на поводок меня басат меня унизят все мое заберут себе будут водить меня на поводке посмешищ и так далее я этого боялся этого не хотел мне говорят нет иди делать для других спроси чем ты может быть полезен я тут что вообще что ли ку-ку такие вещи но уже вот это понимаете внутренний резонанс внутри какая-то уже поселилась огромная сила я еще не чувствовал ее огромной и вот эта проблема отношений с Богом тоже мы где-то встаем прямо вот ее не обойти но мне тоже предложили Рома перестаньте со своим Богом шараться это не Бог то что ты говоришь это не Бог давай мы заберем слово Бог давай мы будем общаться в другом ракурсе давай мы будем называть это высшей силой а мне нравится мироздание пожалуй ну ты чувствуешь что-то когда говоришь мироздание да мне прямо мурашки прекрасно давай будем обращаться к мирозданию что-то это что-то это а я говорю я не вижу его ну ты не должен видеть я не понимаю он говорит я не должен понимать ты не должен понимать я знаю одного деятеля который прямо саркастически смеется на людей того что понимать не надо а у нас вся книга написана что понимание проблемы не дает нам освобождения Билл Вилсон ликерки перестали для меня существовать я много раз давал обещание Лоис но на этот раз там и она это почувствовала через пару дней опять напился я знаю я знаю это возбуждение оно далеко от духовного опыта еще многие из нас путают вот это возбуждение телесное я сам пребывал в таком возбуждении когда я не пробыл там полный срок из этих там 28 дней я по-моему поли 10 или 18 я сбежал из него у меня давление там я не мог жить в этом насилии но я выходил из этого РЦ под Петербургом я шел по дороге такси навстречу трех ног и собак и мне показалось что если я сейчас просто даже руки протяну у собаки и четвертая нога появится вот такое было ощущение а мне все говорили это место оно портал наверное да я в этом ощущении приехал домой буквально второй день я уже жаловался при этом же самом возбуждении значит оно не имеет отношения к высшей силе это просто какое-то телесное возбуждение и мы его можем получать из каких-то вещей но духовный опыт он совсем другой духовность нашей программы это вот да язык сердца тепло которое возникает доброта после своего первого собрания всю ночь прорыдал прорыдал просто вот рыдал и все в подушку и у меня рефреном шло я свободен я хороший меня любят понимаете вот эта вот идея того что какие-то люди совершенно непонятно но они безумие точно любят это я это точно я стал ходить проверять но может показалось а может быть они вот там меня любили а сейчас уже разлюбили я же привык что меня очень часто продавали отвергали и прочее а сейчас они меня уже не любят прихожу я пошел в другие группы мне сказали в один другие группы я стал ходить на разные группы и мне сразу давали направление ходи только на резонансы где нет резонансов не сидит не сиди в этой вот где там просто плашня идет не надо тебе это потом окрепни что будешь сам туда нести весть и там будут вокруг тебя резонансы а пока туда долой не ходишь и у меня вот пошла такая сортировочка но каким-то образом там в Петербурге у нас много было групп где действительно достигался резонанс так здорово но знакомство с собой у меня началось вот с этих добрых черт которые я не признавал за собой я составил длинный список из которого там 2-3 пункта только галочка подчеркнул и все и началось знакомство началось знакомство и мне сразу сказали ты не бог и не болезнь не ассоциируй себя ни с тем ни с другим ты нейтральное существо это не ты делал это тобой делала какая-то сила одна из этих двух и поскольку мы приходим да у нас соотношение сил у меня болезни было 100 единиц грубо говоря да а там любви и деликатности доброты было там одна тысячная процента но как-то очень быстро стала ну нарастать вот эта доброта и она не то чтобы тесняла да мою злобу или что но она в процентном соотношении была настолько могуча что она покрывала эти вещи растворяла они они там уже не звучали они куда-то на периферию стали оттягиваться понимаете то есть она стала заполнять доброта моё душевное пространство моё видимое да метафизическое да и видимое пространство стала доброта заполнять а вот эта вся злоба там ну стали отодвигаться на задний план и злоба роскошь мне это очень отзывается и воровство роскошь я в этой роскоши прожил год сколько больше 20 лет если не говорить тогда вообще что-то 50 лет ну правда последние годы мы не будем считать роскоши но это была роскошь а потом перестала быть роскошь а мне потом объяснили что любая телесная система она энтропична то есть она рождается она развивается достигает кульминации потом спадает отмирают и всё переставит работать то есть получилось так что все эти мои инструменты которые я наработал мы называем там ещё инструменты выживания которые я наработал против детской травмы они вдруг и всё поломались лежат и не работают и я оказался с детской травмой лицом к лицу всё и противопоставить нечего за что не возьмись за всё это минус жести труба короче ну и здесь помогли да мне анонимный алкоголь своей добротой своей любовью своей отзывчивость своей милосердие вот этим мы не судьи не палачи у нас нет жёсткой системы управления каждый имеет право самоопределяться у нас есть главная цель нам пока мне показали этот источник эту реку живой водой я в ней купался я в ней полтыхался я пил из неё я оздоровлялся и в том-то и сила откуда берётся сила из духовного опыта духовного опыта от общения вот с этим до омовения в этих тёплых троих людей оттуда берётся сила и тогда это закон это закон я купаюсь в этих тёплых водах оживительных и во мне возникает энергия жизни которая меня подвигает подвигает меня идти к другим работать Билл Вилсон когда его прорубило что называется да он же сидел на кровати и думал о тысячах алкоголиков которым он может помочь а те в свою очередь помогут другим он ясно точно увидел вот эту механику это закон ты получаешь духовный опыт из общения какого-то да вот из простого общения из этих вот эти меняющиеся состояния они меняют только состояние даже не сознание а уж тем более не направление начинается всё только вот на умные чувства понимание да как бы я выздоровел если бы понимание мне нужно было бы я пришёл с диагнозом кретинизм 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 я телефон не мог включить я молитву о душевном покое даже не чаял когда-нибудь выучить да ну что вы господи простой ряд цифр от 1,2,3,4 я мог не запомнить я говорил с тобой только что о чём-то я тут же забывал я посреди города замирал и не мог сориентироваться где я нахожусь что это за город что эти люди что это за улица Пестеля или как там её знаете я не понимаю где я что я пора уже было делать табличку на грудь сюда на шею на грудь вешаешь вот эту табличку кто нашёл этого чувака просто позвонить по телефону один деятель написал у себя в какой-то этой книге семь решений третьего шага и все говорят о том что ты эгоист семь решений третьего шага если бы мне это могло помочь я бы наверное не знаю я бы такой материал не освоил бы ни почем я шаги не смог писать в репцентре я не понимал о чём мне что от меня хотят и вообще никуда а когда я пришёл на группу там всё чётко там всё ясно мы тебя любим вот тебе наши добрые сердца вот тебе наши тёплые открытые ладони вот тебе живительная влага и я сразу с этой влагой побежал к другим это закон ты не можешь его обойти и вот эта деятельность духовная она выходит на первый план и вот эти потребности тела они отодвигаются назад мы выздоравливаем окончательно и бесповоротно всякий кто утверждает что мы не выздоровеем этот человек у него провален первый шаг он провален у него нет первого шага как у второго или остальная программа у себя тоже на боку тогда этот человек заявляет буквально следующее есть сила с одной стороны он говорит мне есть сила которая решит все мои проблемы запитая кроме проблем алкоголизма вот это я и не по зубам я такой шарик который она не разгрузит тогда получается это не сила гораздо более могучая чем я если я со своей проблемой оказался сильнее значит получается я сильный тогда это не сила парадокс в общем многие живут в этом парадоксе их устраивает почему мне не интересно почему я знаю массу людей которых устраивало что они никогда не выздоровели а теперь они вовсю лошадь именно выздоровели это как с этим мячиком я люблю приводить пример когда мы погружаем теннисный мяч в воду а потом отпускаем он выпрыгивает но если мы погрузим достаточно глубоко да под воздействием толщи воды он замрет а если его погрузить еще ниже он медленно и спокойно пойдет вниз и он уже не вернется нет у него такой силы вернуть нет такой силы которую бы вернуть мать все у него вот мы заходим в мир духа окончательно бесповоротно мы и погружаемся в него мы с ним срастаемся настолько мощно что уже никогда никто ничего и все примеры все примеры из большой той же книги они указывают нам на людей которые бросили пить бросили пить это это просто первичное что-то интересная штука я человек который не мог обходиться без алкоголя больше пяти дней а когда и на третий день со мной припадок случался я человек который не мог без этого первые четыре с половиной месяца я даже вообще не вспомнил про алкоголь и не было никакого мутарства по этому поводу были какие-то сны чтобы приснилось что я напился или еще что-то было что-то такое но все отвалилось желудочные кровотечения прекратились мигрени огромные страшные прекратились в том числе эпилепсии прекратились сразу тяга к алкоголю сразу это что а энергии сколько появилось я же каждый я бросил работу у меня была достаточно веселая работа деньгам хорошо то есть у меня денежно я бросил я нашел расписание групп и вычленивал себе вот группу в центре города имени отца Мартина в Санкт-Петербурге в России все я ходил на нее каждый день в 7 часов все это меня очень устраивало я даже флайеры раздавал я там таксовать пробовал купил себе лицензию но с такси у меня что-то не очень получилось хотя зарабатывал там прилично но мне не нравилось а вот на улице поставить флайеры раздавать 800 рублей получить за несколько часов мне очень нравилось 800 рублей я вдруг увидел увидел эту скромность много что увидел но самое важное со мной произошло буквально на третьем поздравлении я наконец увидел Бога состоялась вот эта встреча состоялась это было так смешно это было так по-детски смешно я хихикал как дурачок как вот маленький ребенок мальчик мальчик да там маленький мальчик увидел что-то очень смешное и хихикает смеется и прыскает ему не остановиться все время так щекотно и смешно а смеялся от того что я все время говорил я не вижу Бога оказывается он ко мной лицом к лицу всегда был и сейчас тоже и с каждым из вас мы все смотрим прямо в глаза Бога прямо в лицо прямо сейчас любой из вас может закрыть глаза чуть-чуть подать лицо вперед и он может быть славой прямо сейчас в любой момент в вашей жизни смотрим прямо в лицо мы живем не отдельно от него где-то там он на орбите нет мы живем внутри обстоятельств Бога тьма у нас в головах если кто-то говорит что он в третьем шаге чего-то кому-то припоручил беда беда потому что ну в моей ситуации вот мы первые три шага при влиянии к выгоду что вот весь этот мир прекрасен это Бог и есть а тьма у меня в голове а почему потому что там у меня одна тысяча процентов а мне надо чтобы там было много кому я припоручил свои мысли и действия надо пустить туда вести вот эту силу а для этого надо зайти на этот склад может быть кому-кому кажется и по этому складу пройти через это нагромождение мусора хламы меня не интересовало вообще дефекты характера ну да я какие-то собрал написал чтобы хоть знать из чего я состою но не только дефекты характера но и благости свои тоже я писал это все это все из чего из чего сделаны эти мальчишки из чего сделаны эти девчонки но мне было понимаете ввиду того что там все захламлено и затаскано бог знает чего кем и мной в том числе разобраться в этом я не мог я не мог даже понять вот эту штуку которую я поднял и держу в руках она рабочая или не рабочая она моя или не моя вообще что это это что за ящик с кнопками и лампами где его включать или что и как он должен работать и на что он должен работать понимаете а вот это что за мотору тут валяется а тут мешки какие-то понимаете вот что не моего это ума дело в пятом шаге открыл дверь богу да и прошел через склад и поднакомился с собой я понял что меня надо впустить клининговую компанию в пятом шаге открыл дверь он зашел вся эта клининговая компания зашла и стала наводить порядок у меня там голове там засиял свет появилась сила которая могу припоручить свои мысли и действия в том седьмом шаге я отдал ему вот этой силе и все я не не ремонтник я не монтер я на приемке пишу вот этих заявки он павлович ты козел вонючий ты неприятный человек пишем заявку сейчас все сейчас все все вопросы к производителю я пишу бог видал че ну оказывается ну-ка сделай что-то по этому поводу а я пошел в это время заниматься тем для чего я предназначен помогать деткам твоим носить им воду живую туда чтобы они пили чтобы они мылись и чтобы они имели силу кстати пойти к этому источнику и носить эту воду другим стража все дефекты характера я не рассматривал десятом шаге после того как прошли 6 7 все мы с этим познакомились мы теперь знаем кто чем правит разделение компетенции все у меня в десятом шаге это дефекты защиты то есть помните 63 страница 7 инстинктов до вот третья колонка четвертого шага 7 инстинктов первое мое чувство собственно достоинства то как я сам себя оцениваю гордость второе то как я думаю что меня оценивать другие и амбиции да там кем и чем там не быть надо чтобы у меня все было хорошо мои взаимоотношения с другими 4 5 мы сексуальные взаимоотношения и финансы карман и безопасность вот я рассматриваю вот это в этом событии какой из этих инстинктов или какие задеты и все и прошу бога вот там дыра ты заделай и все это как ситуации с прорывом воды в трубы труба провалась если я буду бегать с тазиком и собирать воду труба то будет дальше течь надо вызвать монтеров чтобы они перекрыли трубу заремонтировали все и кстати потом придет клининговая компания воду все соберет мне надо бегать с тазиком не моего ума дело я не гоняюсь за дефектами характера потому что это симптомы это впоследствии а а нам-то нужно корень проблемы четвертом шаге корень проблем потом недостаток сил отсюда незащищенные отсюда страх отсюда вот это поведение я в ужасе я не управляем но и движут инстинкты подсознание я бегу или и то что людей топчу как шишки ну и когда вы споткнулись вы инстинктивно машете руками если вы кого-то при этом задели по лицу можно ли говорить о нападении нет конечно вы намерены это есть не управляем я не управлял это слава богу и сейчас не моя задача уходить источнику пить эту воду простой набор там духовных средств у меня есть специально даже выписал и писал создал документ рада и ребятам что вопрос сидели там не студируем студии но самое главное что нам открывает бога что она ставит когда друг другу лицом к лицу доброта вот этот фунтик поросенчик который пел песенцу да всех надежнее там что-то всех и строже там и лучше на свете все на свете доброта от хорошей песни замечательно хорошо ходить по свету с карамелькой за щеку и еще одну в кармане да там что-то для друга прихватить такие вот принципы очень хорошие а так было конечно лицом к лицу лица не видно а сейчас я вижу каждый я чувствую каждую в огромном связи мы оказывается живем в огромном энергетическом поле в огромном потоке энергетическом и нас пронизывают мириады энергетических вот этих нити мы этим всем запитаны ну и собственно я наверно пока все спасибо спасибо большое вам палыча так ребят напомню о седьмой традиции седьмая традиция гласит каждой группе и следует полностью опираться на собственные силы отказываясь от помощи изменить мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы седьмая традиция не касается гостей нашей группы не являющихся алкоголиками реквизиты сейчас появятся в чате вы можете сделать пожертвование перейдя по ссылке как писал билл уилсон когда же мы выказываем щедрость опуская деньги в шляпу это служит признаком нашей благодарности за проявленное нам милосердие и свидетельством острого желания поделиться тем что мы обрелись все еще страдающими алкоголиками спасибо большое и так ребят задаем вопросы спикеру пишем единички в чате либо же вопрос в чате пишем я его зачитаю так ром пауч первый вопрос тебе от ольги ром пауч можно сказать так что вы изначально рождены с духовным даром и все все понимаете это же программа программу это не что-то натужное свирепые или счет там такое знать программа это и есть описание каждого из нас я не особенный я не родился с каким-то даром душевным духовным а потом в отличие от вас от всех по мне так же сам пробудились все это и есть то что нам обещали то есть программа это описание наш истинных бог приводит мир целостную личность они белый лист бумаги какой-то там на котором теперь все накатают чему я вот просто получилось так чтобы смотреть шаги это новое мое мышление истинное традиция это мое истинное поведение а принципы этика духовной жизни которые изложены и в конце даются еще гарантии 12 принцип гарантии кем богом вот это наше устройство и мы получаем к нему доступ благодаря вот эту уникальную замечательной программе но эта вещь она известна чаще что там десятки тысяч лет для любых этих организованных религий я не не уникальный точно так же выздоравливать мои подопечные также также мои впереди идущие выздоравливают мы обретаем духовного вот на этой самой на самой простой вот эта простая религиозная идея она и как говорил один мой спонсор если ты не пингвин и не дельфин но это в тебе есть она сработает просто смотри в ту сторону шаги нам помогает повернуть голову в правильную сторону чтобы в глаза всегда светилось солнце голове может быть муть и кошмар но в глазах пусть светит солнце оно вылечит тебя я ничего не делал по этим делам там в этим по дефектам и прочее я ничего не делал для того чтобы обрести какие-то благодати и прочее высокий моральный принцип нет это с нами будет происходить когда мы будем мыться и купаться и вот в этой любви и она будет нас очищать очень много грязи на нас очень много грязи она мешала нашим механизмам любви работать но она смывается она сходится очищается и постепенно я же говорю потребности тела приказ пить он отступает он отключается и отступает куда-то на периферию вообще затемняется дефекты эти тоже ведь согласитесь что а а причем здесь дефект да если я сейчас поговорил с человеком вот я пришел первый раз на группу ну извините дерьмо человеческое дрянь человеческий весь задефективен вот это все мол дефекты мешают тебе соединиться с богом нет ребята любовь то без условий любовь дана каждому любому вообще прямо сейчас я же говорю прямо сейчас дана просто подходы а как сорвать эту маску очень просто позвоните кузе позвоните человеку встретить с ним на улице поговорить с ним по душам и тепло пусть между вами произойдет резонанс и невзирая ни на какую вашу за дефект ованы или ваши там святыни какие вы там считаете у вас есть с вами произойдет это чудо напряжение спадет изменится состояние изменится отношение к себе к окружающим да это так устроены мы люди я не уникальный я такой же как все и мне кстати не очень нравится когда меня начинает как-то обособлять это раньше мне нравилось а сейчас мне хочется быть именно со всеми единство первая традиция первый шаг первый принцип концентрация единства все вот быть вместе для чего мужчина женщину создали да чтобы была пара высшая погода для соединения синергии в этой мужчина и женщина соединяется я живу вот сын и у нас опыт совместно живет да как только мы начали жить вместе я понял что такое высшая сила пары это это что-то обалденное я потом с недоумением думал как же я еще два-три дня назад без этой силы обходился со всеми своими обязанностями так что ничего особенного нет мы все рождены именно вот полноте нравственных духовных сил но очень сильно загрязнений это путь потому что мое прошлое оказалось не 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 чем-то то что я извините просрал а мое прошлое оказалось софирами там гранатами я не знаю берилами алмазами чем угодно завален просто вот до горизонта драгоценности которые я щедро раздаю и также щедро мне отдают другие это оказался опыт который спасает теперь тысячи десятки тысяч жизней я мы вот понимать мы все получаем не для себя и деньги тоже не для себя то есть это должно входить меня проходить через меня и раздаваться в широкий мир мне пришли деньги я попользовался чем-то но я отдал теперь булочнику я отдал этому коммунальщику я отдал этому какой детским саде который школе там до который то есть топни там решет я дам его тому кто делать велозапчасти не на это не мои деньги этот дом который мы живем он не наш мы закончим жить он перейдет и будут ним жить и нашему дому уже почти 100 лет вот такая вот понимаете вот вот такое мировоззрение она вырабатывается на спасибо спасибо большое следующий вопрос от марьян рампалыч расскажите пожалуйста как вы разрешили мир с мамой девятка может или принятие или отпустили как ну я вообще извините можно сделать замечание я не не нравится слова девятка пятерка мы не противо говорим ребята мы говорим по святыне нельзя ты же не приходишь куда-то мои пожара водила каптаны там давай мы с тобой перетрем до моей девятку да это же это грязь девятый шаг это священно действие но дело в том что ну вот увидите в родителях двух маленьких растерянных детей мне помогла программа каким-то образом полюбить их и послать им и вот каждый день каждый вечер утро им посылаю молитв очень красиво это обязательно им это просто как крови сидит у меня нет к ним ненависти но и прощать садизм я тоже не собираюсь понимаете нет у нас задачи всех простить мы не становимся с усиками марусик но это не обида есть вещи которые мы не должны прощать это и просто это этическая норма этическая норма пусть есть великая любовь к этим людям есть но ведь проблем это не в том что я ненавидел боялся и желал им смерти а проблема в другом когда это все произошло откуда по этим всем полностью вещам проблема то не ушла проблема то дальше другая которую мы еще не видим и программе об этом не говорится проблема в том что вот те самые инструменты те самые модели поведения которые вросли меня с тех пор после того как я простил родительку ставка проникся к ним величайшей любовью знать и слезой и добротой ну не знаю но модели поведения то остались я перенял их модели поведения я может не применял их против детей но против людей то есть еще как я не просто перенял я еще развил их наша болезнь прогрессирует их поколения наши дети будут болеть страшнее и больнее чем но мы можем только свою ну свое звено отцепить от цепи зла и перецепить цепи любви только свое звено а там уже вы сиять вот это привлекаетесь но что со мной может произойти я перестаю быть источником насилия я перестаю быть источником насилия и стал быть в моей вот той даже бывшей семье да у нас отношения замечательно хотя они не выздорове никто не шелохнулся хотя вокруг умирают и родственники и сами там в нашем беде но это их дело а еще раз говорю отношения с родителями они не строятся только из-за нашей обиды по отношению к ним обиды то это вот как раз это еще ничего там дальше дракон вылазит очень большой и вот для него есть уже последующий программ последовательность выздоровления для меня обязательно и для моих спонсируем тоже именно это последний а а ланон кода куда потому что болезнь семейная болезнь семейная а семья представлена тремя до ставить мужчина женщина ребенок программа мужчина программа года женщина и программа выдает вот так и отлично и потребовались долгие годы для того чтобы не уже начать освобождаться от влияния на меня вот этих моделей и тем более на позже спасибо спасибо большое следующие вопросы вот анастасия спикерская бомба большое спасибо роман павлович скажи пожалуйста это первый вопрос какие рекомендации ты даешь своим спонсируем если они что-то не выполняет прекращаешь прекращаешь ли вашу совместную работу вы со спонсируемыми обращаетесь на равных или как впереди идущий все-таки подспонсорный период обычно проводишь спонсируем по шагам я веду шаги традиции принц это однозначно потом программа дается комплекс потому что программа не описывается проблем но отношения со спонсируемыми как у профессора с учениками у меня есть свои профессора я перед ними учениками клиент но практически начинающий новичок то же самое но не то не обыскать это не надменность это просто ранжирование субординирование дисциплине то что должно быть меня нет надменности на одной поверхности я впереди идущий я задаю азию почему я могу его задавать потому что мне его дают мои впереди идущие обучение непременная часть выздоровления обучение постоянное у меня сейчас на чтение на разборе больше 20 книг разных я уж не говорю там книги такие как наши содружества но и у меня идет занятие все время с наставниками много разбору тогда то же самое работа со своим своими спонсируем но есть уординирование хотя мы на равных я всегда на карте всегда показываю все свои дефекты то есть все мы говорим допустим мы разбираем события прошлого дня начинать какие-то вещи я показываю ровно такие же свои дефекты которые сейчас как-то проявляются меньшей степени да так далее но тем не менее рассказываю как я с этим был тоже в самом начале то есть идентификация постоянно идентификация есть я не говорю людям про их дефекты просто так но есть две ситуации в которых я буду говорить чего твоего дефекта то есть то что мы говорим вот первая ситуация когда я спонсор наставник я буду показывать тебе твои дефекты до который мешает тебе хорошо жить но и вторая ситуация когда ты меня об этом попросишь но обязательно в обеих ситуациях что я спонсор или ты меня попросил как там говорят обратная связь или поделиться опытом в обеих случаях я всегда буду показывать ровно точно такой же свой дефект и рассказывать как я с ним что у меня с ним сейчас как было раньше тогда это обязательно без этого нечестно без этого ложь без этого вот я и стану каким-нибудь особенным понимаете нет я не особенный и каждый из моих спонсируем он видит во мне себя и в себе меня это дает хорошую надежду на выздоровление и конечно же идея того что первое что я говорю болезнь не синтезировал ничего нового за эти десяти ну десятки тысяч лет что существует человечество да болезнь не синтезировал ничего нового она вся изучена описана подобраны все ключи инструмента осталось только прийти получить эти ключи инструмента научиться ими пользоваться и самое главное пользоваться вот это такие первые наставления и когда приходит новичок первая рекомендация разомкнуться с психологом если он есть мой опыт говорит вот я уже все-таки 12 лет если человек начинает мешать кашу из программы психолога в самом начале в самом начале почет есть наступает этап когда психи восстанавливать так далее психолог уже становится на некоторых на каких-то уровнях уже становится необходимым элементом но поначалу объясню почему во-первых запрос у новоначального и у каждого из нас кто пришел обезболится мне помните у нас механизм избегания то есть я пришел обезболиться я получил получить что-то такое что будет меня обезболивать а программа и я прихожу психологу с этим же запросом он будет выполнять мой запрос я плачу ему деньги и он выполняет запрос на обезболивание а программа учит другому программу учат жить с этим он говорит позвольте событиям происходить наблюдайте за событиями жизни большой книги написать вот поэтому пока мы поначалу психолога отключаем чтобы не было каши что не было бы уника есть какой-то метод да у меня есть чтение книги анонимные алкоголики недавно мы полностью прочитали книгу всю с комментариями глубокими там с точки зрения зависимого созависимого и детской травмы там да вот эти тем очень интересно то есть меня подопечный также слушает отрывок да там лекцию вот читает отрывок слушает по нему там эти комментарии так далее делится что у них есть и мы идем дальше и они у меня спонсируют люди начинают порой уже через месяц очень быстро отдавать надо сразу вот эти три сначала пройди шаги а потом будешь отдавать не знаю это не то это не об этом это ложь это с это сучьевыми какой-то простите мне за выражение это какая-то не знаю хрень то есть ты откладываешь тебе когда тебе было не просто вот не как это прибежал в опять боли тебе тут же помогли те не сказали потерпи я сейчас тут 12 шагов нет тебе стали помогать сразу же ты должен реализовать свою потребность помогать а и не может не быть когда ты вот в этом духовном находишься резонансе тебя потребность отдавать она есть и я никому не мешая наоборот потолки тело и конечно бери рассказывать разводи вместе все потому что по программе ведет не спонсор по программе ведет бог и содружества вот так спасибо спасибо вам павлович большой второй вопрос анастасия что тебе помогает смириться с ситуацией и справиться с раздражением когда все идет не так как ты планировал и возникает куча задач которые нужно решать спасибо ну у меня нету такого чтобы я чего-то там планировали что у меня есть какие-то я хочу поехать там не знаю в амбулаторе приезжает там врач заболел и не принимает а мне надо рецепт я говорю а что делать надо туда и соглашаюсь у меня нет такого чтобы я запрещал себе раздражаться мы должны проявлять все чувства мы должны научиться с ними жить раздражение гневливость это хорошие инструменты для очищения стряска стряхнулась что-то раз коротко какая-то осыпалась я те открылась какая-то моя еще найти новая какая-то новая грань меня светлая ясно так что мы пока были больны то нам конечно раздражаться и прочее гневаться не никак нельзя нас убивала но сейчас когда я нахожусь в этом источнике силы не хватает сил для того что пережить мы сын и закусываемся время кстати интересно что с окружающими не цепляясь вообще единственный человек с кем я могу закусываться это им все окружающие чтобы там не делали все хорошо в рот полезно все полезно вообще никакого там все хорошо вообще просто ничего а вы единственное да вот это ближний клуб именно да с ней у меня могут быть конфликты какие-то но это конфликты уже не те не того порядка это конфликт который еще раз открывает какие-то нам новые грани взаимоотношения мы что-то полаялись попричали друг на друга хлопнули дверью через пять минут мы уже хохочем смеемся бегаем знаете может быть это до утра пройдет разные бывают но всегда конфликт необходимая часть нашего бытия мы просто не привыкли в этом же мы не знаем мы не взрослели мы не учились проживать эти чувства мне уже не учились проживать страдания мать не избегая вот так бы так что но если мой спонсируемый начинает там вести себя надменно или врать и ни черта не где потом понимаете когда мы подходим к четвертому шагу если человек действительно делает то что говорится у него там просто небо база у него степень уже там проникновение огромное а если у человека этого нету начну ничьи то врал и так оно и выясняется не писал не делал там а здесь в рауту я расстаюсь с теми кто начинает спорить наслаждать мне свою точку зрения и перестает делать ты можешь спорить со мной сколько хочешь есть такая работа претензии пройду благодарность пиши там на меня может пойти с другими говорить обязательно я например давно уже живу в парадигме того что я точно знаю что все мои сегодняшние художества будут оговорены где-то с кем-то обязательно и мне от этого хорошо потому что сегодня чья-то теплая молитва и чьи-то очистительный труд ради меня будет идти кто-то будет просить бога чтобы меня очистить хорошо но опять же ты не мой спонсор я тебя не спрашивал о моих дефектах хочешь поговорить о моих дефектах не поговорить не они другими соблюдай субординацию ранжирование соблюдай анонимность да я твой наставник я буду говорить о твоих дефектах но всегда покажу свой новоначальный пришедший сюда с каким-то наглым запросом и так далее требование так далее ты меня должен вести вот так это все мы расстаемся в седьмой главе очень точно сформулирована идея того что мы не имеем права тратить время тех кто нуждается на уговоре не согласны все я с бездельниками расстаюсь но они потом приходят возвращаются мы продолжаем делать как мы чаще всего именно или они где-то уже с кем-то начали делать работу вот все с кем у меня был там может быть конфликт и чердель так иначе вернулись и мы обнялись ну так спасибо спасибо большое что сегодня тебя делает по-настоящему счастливым человек возможно ли испытать кайф трезвости спасибо это не кайф не кайф не путайте это нечто больше я все время до стремился каким-то фейерверком салютом эти бенгальские огни но бенгальские огни он там здорово сияет шипит и красивые искры разбрасывает а потом что у тебя в руках черная обугленная палочка и куда я себе какой но засунуть или лука что ты будешь не и дальше крень радость покоя и это становится состоянием постоянно то есть постоянная связь с этим то что мы называем богом ты есть вот эта радость покоя покой радость ясность умиротворение на фоне возможно какой-то боли у меня мигрени бывает часто меня прорисовался диабет несколько лет помада меня инсулин меня это не огорчает и живу прекрасно это не уменьшает мои радость не не выводит меня из станции благодати поэтому очень многое отвалилось себя очень многое отваливается я не говорю что я какой-то небожитель и там по воде ходить на облаке нет я также матерюсь я также могу там и гарпнуть на котов там или на имя или еще на что-то могу удариться коленом и матом высыпать не что-то но самое важное самое важное приобретение то что мои даже дефекты которые выскакивают они перестали ранить мою позицию понимаете даже то что я говорю вот я узнал наконец что такое действительно любовь она вообще ничего общего не имела не имеет с тем что было у меня раньше и старой жизни мне здесь ничего не пригодится ничего я пытался тащить какие-то старые чемоданы нет они все куда-то отвалились они нет потерялись спасибо спасибо следующий вопрос боюсь бога когда косячу не живя по духовным принципам переживают что он меня получит и накажет за моё эгоистичное поведение а у меня нет сил на альтруизм и помощь другим пока я сама еще не прошла все шаги написанная концепция в третьем шаге где бог любящий и не наказуем и не наказующий мне не помогает как мне преодолеть страх бога ну давайте сразу будем говорить тут ты говоришь бог и боишься ты говоришь не о боге значит отложила в сторону дальше если у тебя нет сил на альтруизм о тебе нужно менять спонсора тебе надо идти к нам сюда в программу понимаешь ты вне программы ты вне бога вне любви если у тебя нет сил на альтруизм у тебя нет этих резонансов тебя нет этих вот встреч каких-то диалогов какое-то общение которое меняет твое состояние что меняет твое состояние что сегодня изменило для тебя я думаю что вот сегодняшняя группа наша у тебя очень наше общение ты выйдешь из него точнее больше чем уверенность в измененном состоянии оно даст тебе энергию жизнь это и есть духовная часть нашей программы ты без этого осталась каким-то образом давай к нам давай соединяться давай делать то что дает жизнь ты просто так жить мы вот это вот что-то пискаревским семинаром папахи жить и делать эти высокодуховные какие-то штуки а сам серёжа никак не к мне ни разу не ответил на вопрос где он берет силу он начинает сыпать всякую хрень про эгоизм про высокие моральные принципы и так далее да это хрень все понимаешь и ты говоришь не о боге оставь ты его в покое возьми себе на вооружение слова программа до мироздания это что-то этого и вот эта концепция бога да все всего 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 одно нужно от этого бога нам всем нужно только одно чтобы он решал все наши проблемы решение проблемы это когда я успокаиваюсь ведь я раньше стаканом решал проблему помните если говорю залудил стакан второй все проблема отступила напряжение спала эти все хорошие вот этот эффект называемый алкоголь у нас теперь есть такое же простое и быстрое решение к тому же безопасное это общение друг другом глазу на глаз на языке сердца и групповое вот это сознание да пришел на группу и здесь соединился получил вот эту энергию и тогда тебе захочется пойти сделать что-то для кого-то для себя даже прийти домой какой-то порядочек навести понимать хоть господи какой-то закуточек тарелочек помню она у меня уже неделю лежит не мытая сегодня я помню почему-то на группе у меня сегодня изменилось состояние понятно да без этого ничего не будет не вне вне программ это не программа если ты не испытываешь вот эти изменения состояния значит и где-то куда-то ушла не туда это это давай к нам давай сюда где любовь где доброта не нужны тебе высокие моральные принципы понятно еще раз не в них дело не в этих высоких моральных принципов не в эгоизме доктор силквард сказал бы этому несчастному белу вилсон он сказал хотя ты ведешься как эгоист и полный придурок но ты болен умом и телом посмотрите вокруг себя миллиарды ходят эгоцентриков там таких записных уродов морально и чего и кто из них алкоголик моя сестра ну как сестра моей бывшей жены но она мне как вот родная она погибла в девятнадцатом году от алкоголизма добрейший человек святейший вот просто но она вот умерла от алкоголизма ну так что невысокие моральные принципы негативный эгоистический образ жизни не мешает если то любой безусловий есть только одно маленькое маленькое условие на мгновение должен потребоваться хотеть его и прибежать к каком-нибудь вот такому же еще раз вот эта мысль сформулирована еще доктором силков его работа когда один носитель заболевания общается с таким же носительным заболеванием ради помощи друг другу между ними возникает какое-то явление резонанс духовный или если хотите душевный стал доктор силпорт анонимный алкоголик вот об этой простой религиозной идеи без нее эта программа суп от холст спасибо спасибо большое следующий вопрос ром палыч порекомендую пожалуйста что мне говорить звонящему члену и который говорит что очень хочет выпить что его достала жизнь и содружества ему надоело слушать одни и те же истории он сожалеет что вся его жизнь пропита и не прожито какие найти слова чтобы ему помочь поддержать и он не сорвался я сама сделала всего несколько шагов боюсь что не получится помочь человек спасибо ну это созависимое мышление запиши себе большими буквами не мы были причиной не мы это можем вылечить не мы это можем контролировать не у себя не у другого человека тебе звонит какой-то сорванец или еще что-то а где ты женщина тебе звонит мужчина а где гарантия того что он просто не поныть и не прицепить себе какую-нибудь тетку на кого-то понимаешь мы же путаем любовь и жалость это тоже наша черта она его за муки полюбила а он ее за страдание с ним я тоже так искал себе подругу на ночь на ночью это там на вое там что-то там героический образ и все вот блинешь под бочком что-то лежит возможно он хочет тебя выкарабчить что-то такое но с другой стороны ты можешь ему сказать а вот этот резонанс милый ты живешь в непрограмме без резонанса ты не общаешься с богом тогда через богом который в этом с высшей силой то есть если тебе нечего ему сказать ты честно скажи ты знаешь мне нечего тебе сказать если ты хочешь выпить можете действительно пойти выпить я не знаю я не знаю что тебе делать мне помогает общение с другими билл вилсон тоже говорю самый трудный момент и ничто так не помогало как общение другими алкоголами билл вилсон который был в депрессии который и всей программы взял себе только часть первого шага и часть 12 я алкоголик мне надо работать другими но тем не менее из депрессии прочим вытаскивался общением другими алкоголик вот значит и просто выучим звонить и начинают бэбэ бэбэ а ты можешь сказать дорогой так ты с нами не общаюсь и не в единстве а куда тогда из нее жопа алмаза не засияет ничего ты во тьму топаешь а хочешь чтобы на свет на тебя лился как развернись теометрально первый шаг очень многие говорят я принял там что-то бессилие неуправляемых да ладно первом шаге из действия есть это товарищи которые первый шаг это только решение да нет там действие из первом шаге важное действие по которым не улавливаю что толку что я признавался бессилие неуправляемость и продолжал бухать жена гультром а что ты пьешь я же бессилен перевал алкоголизмом и алкоголь я пью неуправляемого классно классно где здесь первый шаг нет капитуляции нам просто чеку сказать и потом генеральная идея всей нашей программы скажи ему обращение к силе которая решит все твои проблемы то есть она тебя успокоит обраду наполнит силой снимет напряжение а у тебя значит если проблема не решается значит ты не к силе обращаешься а где и как взять эту силу вот давай к нам давай к нам мы здесь вот общаемся мы говорим мы напитываемся этой силы мы из нее берем она нам дает силу жить у меня нету самого этого источника вам можно прикасаться к этому точку получать из него силу поэтому может дать ему мои координаты спасибо сейчас добавлю главное не пытайся управлять чужой жизнь и вот это я сейчас что-то не скажу он пойдет повесить ребята суицид это плод десятилетий разрушения психики и когда человек действительно готов к суицидальному акту когда апатия уже совсем загрызла то ему даже воровушек чирикнет он пойдет мешать ну типа уже птицы со мной попрощались где-то дверь хлопнет все захлопнулась последняя дверь за мной я мне пора понимать да то что это интерпретация мы не мы не победа золотом себе мы не несем ответственность да за больные реакции неадеквата ну да все спасибо спасибо рам павлов я настолько тебя заслушался что совершенно забыл закрыть собрание сейчас я закрою группу и продолжим вопросы в чайной хорошо просто храм палыч вопрос вот денисас ногинска рам палыч как быть с нечестностью перед богом собой или другими если видишь ее после того как допустил спасибо прекрасный каждый живет по совести какой совесть по своей какой у тебя сейчас есть совесть по ней же тебе сегодня возможно воровать она уйдет она уйдет из честность честность это вот когда мысли и действия совпадают ну вот и все мне мне другой раз спрашивает а как же так рома ты вот говоришь мысли и действия должны совпадать а я вот например ненавижу этого человека должен вот смотри как первая традиция да ты можешь ненавидеть этого человека но ты все равно поступи с ним как бы как бы делал для самого дорогого для себя сам или как самый лучший для себя грешу тогда получается я нечестен игр не манипулируй милый мы же говорим о глобальном жизненном плане я честно выполняют те рекомендации которые мне даются вот в этом я честен если мне сказано поди и подотри за этим человеком пол и помой его кружечку и столик за ним прибери очень хорошо наш мне не обязательно пылать чувству поэтому еще тут что мы подразумеваем по честности и нечестности не это является корнем зла да чё бы с ней с этой нечестности ну нечестно понимаешь но в глобальном плане то я честно как вот например не до пятнадцатого года я выздоравливал как черный полковник как полковник всех все служб там и так далее и спикерил не спикерский где спикерю от имени этого черного полковника и меня это мучило и мне казалось я никогда в жизни от этого не избавлюсь потому что ну признаться что никакой там не супер военный не понимаете это же было бы вообще ну никак но мне мои спонсоры они прямо говорили ром возможно ты этим черным полковником так умрешь бог узнает но главное что ты вот твоя спикерская да если разобрать что там главное честно с чем рассказываешь о своих дефектах ты рассказываешь о своем опыте может его вставляешь призму каких-то военных событий да какая хрен разница не это главное главное что ты делаешь то что ты с нами то что ты но если ты правда погряз во лжи погряз во лжи то особенно уже на духовном пути тебе будут звоночки не знаю мухи будут тебя просто обсаживать правда у меня такая ситуация была я пошел ну я когда вы там выживал в этом жил в отшельничестве я спер участок люди уже уехали осенью и на зиму там а там на участке валялась печка такая комната я спер эту печку думаю по весне верну и когда я притащила к себе домой туда на участок да и стал и восстанавливать вот у меня в комнате зеленых был такой рой жуткий я не знал что с ними делать опрыскала нигде хлопотом я их там какими таблетками души они не убываетесь в итоге эту печку утащил обратно и когда я пришел ведь я вроде перебил там ухать их я не знаю на полу их не было нигде понимаешь и и в избушке не будет значит вот как-то я не знаю или как бы это был ли мальчик то есть какими-то явлениями нас нас здесь остановят вот это высшая сила она уже работает на нас и послушай любого да будет новым духовному содержание когда ты не сможешь ты не сможешь жить уже старыми этими вещами даже если попробуешь тебе будет омерзительно неприятно поэтому живи по совести как она будет меняться а совесть это закон бога в каждом человеке и я не не вправе судить ничью совесть том числе и свою прошлую тоже живи принципом да вот не суди не палачи не суди не палачи инвентаризация лишена обвинения да я сегодня проявил нечестность а почему а потому что у меня страхи а у меня вот здесь не защищено вот почему у меня какой-то из инстинктов был не защищен здесь вот это да вот я сюда и покажу богу вот здесь пожалуйста сделай а нечестность она спасибо следующий вопрос от ольги рам палыч как ты относишься к понятию жесткая любовь или это не любовь а установленные границы ой а установление каких-то границ утерянных совместной жизни ну это это на твой взгляд то что не преступно ли это на твой взгляд а все зависит от мотива чем ты мотивирован когда применяешь этот термин жесткой любовь что ты подразумеваешь под этим термином понимаешь тоже все по степеням самом начале для меня жесткой любовь было забанить кого-то не общаться с ним какого хрена ты мне пьяный звонишь почему-то мне трезво не звонишь причала одному персонажу по имени миша а потом мне что-то поменялось я стал самому звонить и даже с пьяным с ним разговаривать поначалу мне было жестко не хорошо разговаривать с пьяными меня бесило что он пьяным а потом поменялось поэтому тогда для меня жесткой любой было его забанить вообще жесткой любой термином больше уже идет туда в созависимость но в принципе друзья в конце концов ведь мы сначала стали созависимыми а потом зависит вот о чем говорит все наше выздоровление то есть любая химическая зависимость она выписывается на плите созависимость зависимой дисфункции мы стали дисфункциональными и проблемой стала жизнь решали эту проблему поэтому жесткая любовь если в отношениях там с вот грубым каким-то до обалдевшим оголтелым пьяницей она может заключаться в том что вызвать полицию написать заявление посадить его в чертовой матери пусть сидит возможно там в тюряге он отнимается как-то еще что-то закрыть дверь не открывать 5 вот-вот жесткой любовь выставить на улицу жесткой любовь хочешь приведу пример из своей жизни когда моей дочке старше исполнилось 18 лет но это еще не было программы вот когда исполнилось 18 лет мы сказали валя все ты идешь и живешь самостоятельно вот тебе первые два месяца мы будем тебе помогать пополам платить за квартиру съемную то есть ты работаешь ты учишься ты сама строишь свою жизнь снимаешь все жилье там выходишь замуж или что угодно какая-то помощь от нас обязательно будет понятно но давай самостоятельно вставай на самостоятельную лыжу все метр шестьдесят кнопочка моя девочка 18 лет пошла жить самостоятельно сейчас у нее дом пригороды петербурга петербургом свой дом семья трое детей она уже менеджер достаточно высокого звена в этой фирме которая на работу она получила образование она закончила торговый институт ленинградский это кстати уровень уровень до своими конкурс был огромный а что выплат тоже жестко а мне пришлось своими по намотаться там и по ночам ездил и с кем только и с черными из бандитами и с какими-то непонятными темными личностями полументы то ли кто еще да и не между собой там то стрельбу тупо на желчную то еще так что жесткая любовь для меня сейчас для меня сейчас вот мне сегодня ночью писал какой-то придурок да вот я поставил банк а утром банк разум снял когда увидел что он прочитал видимо он может быть и пытался что-то писать но увидел что забанен все я теперь банк снимаю почему здесь какая-то история со слоником ему ножку привязывали в детстве до веревка а теперь можно этой цепью а когда он вырос ему просто на бечевочки до ставят он не оторвется также здесь сознание сознание алкоголик сознание разрушена если где-то раз забанит чек думать что он всегда поэтому нет я открываю дальше пусть если появится потребность выздоравливать я не так пришел но общаться с тобой пьяным я не буду я могу общаться с пьяным индивидом и там люди и на спидах звонят на горячей линии одиннадцатый год уже кстати круглосуточно и люди разные звонили за это время десятки тысяч на спидах пьяные там такие звонят но эти люди просят о помощи если он бросит о помощи мы с ним общаемся с этим человек и порой бывает человек засыпает успокаивается умиротворяется даже засыпает благодаря за счет на следующий день завязываются какие-то отношения спонсированные и так далее и так далее так что но вообще любовь не может быть с кулаками понятно вот границы тоже же ведь кстати вопрос еще там дополнительно по границе границы поначалу я боялся и не ходил в эти магазины где продается алкоголь не нужно молока я пойду лучше бочки куплю или еще где-то или попрошу кого-нибудь не привезти молока понимаешь я не пойму магазин если туда надо за молоком идти через винный отдел вот граница да но не общаться там с этими совсем пьянущими и так далее но это же все по степеням постепенно на на мои границы вообще-то начинает уже охранять бог а я теперь слежу за границами других людей должен быть деликатный не врываться в чужие границы вот куда будет больше направлено последствий вот это все но жестко любовь это очень серьезная долго длинная тема она тоже говорит о развитии этих машин но если это часть любви к себе это часть заботы о себе и часть твоей системы безопасности применяй еще раз как предыдущий раз и говорил каждый живет по совести по какой совести по своей и никто не имеет права ни судей ни палачей понятно еще раз не мы были причиной не мы можем это справить мне не мы это можем вылечить не надо брать на себя что типа я сейчас что-то сделал и он все умер от алкоголизма да нет да нет нет еще раз нет все поэтому ну сделала как сделать вот еще скажу есть хороший парадигма третий шаг привел меня к выводу о том что все события внешнего мира априори направлено на благо мне об этом печься не надо мне нужно позаботиться о том чтобы у меня голове в моей изменилось отношения к этому событию а бог там все направит на благо и этот алкоголик которым я сегодня может что-то неудачно сказал приведет другому и он даже через то что я ему сегодня говорил может быть как мне показалось какую-то хрень он может через это воспылать и но благодать поэтому но так бы ответил спасибо спасибо следующий вопрос от марьям храм палыч как вы лично смотрите на то что мужчины должны звонить мужчинам женщина женщина где это написано полная хрень это попахивать доктором бобом вроде человек спокойный добрый но категорически не любил женщин вот да нет хрень полный у бога не как говорил один мой спонсор у бога нет часов и письки это не гендерная программа нет отдельно духовности женской или мужской все зависит от того мотива если ты капаешь слюной на эту женщину тогда не звони здесь по хотел бы но 13 шаг он не только в плане там мужчина-женщина 13 шаг может быть еще и в том плане что я нашел себе богатенького спонсора и спонсоренка и хочу с ним делать программу для того чтобы извлекать себе какие-то там денежные штучки все зависит от мотива если тебя нет пахатюгис не слышно рампалыч рампалыч я не слышно это самым вот и еще раз давайте напомнить о чем там говорить так вопрос рампалыч как вы лично смотрите на то что мужчины должны звонить мужчинам женщина-женщина где это написано вот значит у нас нигде не написано о том что запрещено да то есть у нас программа не гендерная и помогать могут те и другие потом еще раз говорю да должно быть единство я например всех своих подопечных у меня такой список там телефонов я им добавляю этот список и говорю звони вот мужчины-женщины зависимые созависимые никакая разница вам главное быть те в этом диалоге в этом резонансе а вот различать мужчина и женщина нет нигде это не говорится и так далее то есть ты получаешь если ты хочешь именно женский какой-то опыт получаю женщин каким-то своим да женским вопросом ради бога пятый шаг у меня никто не делает там со мной только одна пятый шаг вообще делается с огромным количеством людей для каждой штучки пятом шаге найдется свой человечек поэтому здесь вот это еще раз говорю если нет похотю если нет какой-то морально там вернее морально мотива общаться широко со всеми не мы не делимся на мужчина и женщина наша программа не знает границы болезни знает границ и бог не помните да без условий он не говорит если ты мужчина там подавать с мужчинами наоборот он создал мужчину и женщину чтобы они соединялись в этом лучше всего пара поэтому вот этот бред надо отметать сразу к нашему ну богу это вообще никакого отношения не имеет творитель любая наша традиция первое единство там не указано единство кучки нет единства со всеми да и только даже с людьми и животными и с миром вот проплывает пылинкой ты с ней можешь чувствовать единство это она вторая традиция всем правит бог а мы доверенные исполнители где здесь сказано мужчина или женщина нету ни судей ни палачи нет нету гендерности четвертый сам может каждый человек определяться только бы не наносить преда вот вам пожалуйста пятое помогать носить воду живую основная цель кому мужчинам или женщинам тоже не говорится а вот шестой говорится если вы будете отвлекаться на всякую хрень типа делить мужичков и дамочек вот ваше вот это движение от реки больным затихнет седьмая традиция говорит самостоятельность самостоятельность она не выражена гендерами восьмая традиция не проституируйте отношения и кстати между прочим не забывайте обращаться к специалистам девятая горит мне нет жесткой системы управления нету ни законов и не то что законно даже правил нету вот смотрите а десятая традиция мы не склочничаем не сплетничаем да мы не судимся не ну все потому что вторая традиция в боксом всегда договорились 11 традиция говорит о скромности о том что у нас до привлекательности не пропаганда кричать его дому мужчин отдельно женщина отдельно это пропаганда что нет то есть если я вижу что лежит женщина пьяная не должны поднять двенадцатая анонимность духовная основа мы дарим всем любой без разбора мы не заглядываем там штаны так что вот это никакого отношения вот эти выражения не имеет на абсолютно знаете это вот что-то темный затхуя дремучие к свету любви и доброте не имеет отношения но это мое мнение я не наставил либо спасибо спасибо большое два вопроса вот анастасии 1 не может ли так получиться что спорт спонсор станет высшей силой и не посоветовавшись с ним я не могу принять важное решение в своей жизни как научиться слушать это бога спасибо спонсор не является высшей силой помните мне не не ничто человеческое не является высшей силой чего ребята проводником да проводником да и свидетель да но если вы во первых тут еще двояка либо спонсор на себя тянет да а почему он на себя тянет решение ваших проблем потому что вы на него может завалили услышно терапалось да вот учет вываливать сейчас вот то есть возможно вы сами взвалили на спонсора да то есть возможно вы сами взвалили на спонсора до свои тяготы давай решай а тогда включился зависимы схемы начинать решать за вас опять же почему вы только с одним спонсором должно быть облако общения они а если вы замкнуты только на одного спонсора у вас вы мне программа вы мне выздоровление вы в какой-то я не знаю хрен не знает овчарки не знаю где вы это это не не то поэтому но если пробу спонсор начинает брать на себя опцию лучшей силы тоже надо разобраться что это под этим имеется ввиду если он вам настоятельно не рекомендует заводить отношения первые пять лет он прав он очень хорошо он говорит вам о том что спасет вашу жизнь и рассудок если вы начинаете ввести отношения ну слушай я расстаюсь вне зависимости от моих рекомендаций человек который поступает поперек я с ним не общаюсь зачем у меня нет этого опыта я не могу тебе дать этого опыта вот мой опыт который говорит мне который есть у меня он говорит мне о том что ты идешь в смерть но я не буду с тобой бегать за твоей гранатой взрываю без меня ради бога понимаете так что способ не может быть высшей силы нет но опять же вот кто-то не только захватывает власть мы бывает сами так проманипулируем чтобы поставить этого человека зависимость от себя а у нас и дубина вины и разные там клише и так далее поэтому я бы здесь был осторожен надо полностью разобрать ситуацию но вообще если у вас спонсор является высшей силы значит вы мне программа вы не с нами у вас нет облака общения тарам-парам-пам у вас нету связи с высшей силой не к силе обращайтесь помните да генеральная идея всей нашей программы обращение непрерывное обращение к этой высшей силе нашему не туда обращаетесь спасибо раз проблема не решена значит мы никуда обратились спасибо большое и второй вопрос и скажи пожалуйста что такое духовность спасибо духовность вот о чем я говорю это степень и качество моего общения с высшей силой то что я сейчас называю богом а то что раньше мироздание любовь брата какой-то вот как я общаюсь с этой высшей силы качество это вообще кто-то духовность и она возьми вот вот духовная часть программы это именно общение начало прошлого первое общение с таким же как я носительные заболевания потом разрастается я уже начинаю резонировать и с другими людьми не только помните для наших во всех наших делах мы вырастаем до этого что для меня дух духовность это связь связь с этой силой на данный момент она меня непрерывная даже во сне ну я могу еще хорошее дать определение духовность это некий набор общечеловеческих ценностей приняты до моей совести на сегодняшний день из всего общего набора для моего комфортного проживания духовность это то что решает все мои проблемы то есть успокаивает обнадеживать радует и даже что-то прояснять так спасибо большое рома палочка вопрос у нас закончились спасибо тебе огромное за твой опыт